Жителям в течение апреля власти рекомендовали оставаться на самоизоляции. Особенно важно сократить контакты с внешним миром гражданам пенсионного возраста. Они находятся в зоне особого риска. О том, как проходят будни сознательных пенсионеров, на примере жительницы Серпухова, далее. Размеренный день Валентины Васильевны начинается с утреннего чаепития и приема лекарств. Под деловитое тиканье кухонных часов она продолжает свои ежедневные ритуалы, наведение чистоты и уюта в квартире. Я все что-то нахожу себе. Я или постираю, или полезу туда, что-то пыль погоняю лишний раз. Потому что гигиена и чистота – залог нашего здоровья. Скучать не приходится. На протяжении всей своей жизни женщина была и остается очень активной. 47 лет назад она переехала в Серпухов из Пензенской области. Работала мастером-кладовщиком, съемщицей-предельщицей. Даже несмотря на проблемы с сердцем, всегда была на короткой ноге со спортом. Будучи на пенсии, она составляет актив дома, смотрит за порядком и за тем, как управляющая компания выполняет свои обязательства перед жильцами многоэтажки на Советской. Я сейчас не гуляю. Сейчас я по телефону. С балкона что-то увидела здесь. Я звоню дворнику и говорю, сзади дома. Все убрано. Пожалуйста, убери. У Валентины Васильевны богатая библиотека, поэтому время, которое раньше уходило на прогулки, сейчас занимает чтение. И божественные я могу прочитать, и литературные. Вот у меня есть книга, я ее еще не прочла. Жеки Федоровна купила внук ее. А он говорит, баба, прочитай меня, и мне расскажешь. И я тогда, может, ей увлекусь. Со всей ответственностью пожилая женщина отнеслась к рекомендации не выходить на улицу. Как она призналась, на протяжении жизни ее часто подводило здоровье. И только тщательное следование Советам врачей помогло сохранить активность и бодрость духа. Надо прислушиваться нашего президента, наших всех работников, которые непосредственно относятся к этому губернатора. Если ввели это в нужные необходимые, то это, я считаю, что это неплохо. Это для нашего здоровья. Пришел вот такой больной человек, а вы рядом стоите, заразились. Зачем распространять ее дальше? Необходимость выходить на улицу пока не возникла. Продукты приносят волонтеры. Мне звонят сами, должны отдать в соцзащите, волонтерам. Мне звонят почти каждый день. Валентина Васильевна, вам помощь нужна. Я говорю, спасибо, мои дорогие, у меня пока все есть. Очень это трогательно и очень, как говорится, ну, с другой стороны, и радостно, и, как говорится, что нас не забывают. Поблагодарить, в первую очередь, губернатора, свою администрацию, нашего мэра Юлию Олеговну. Пожелать ей здоровья, терпения, ее нелегкий путь. Нам всем стоит помнить, режим самоизоляции – это в первую очередь забота о себе и о своих близких.